Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». В студии Анастасия Дорофеева. Смотрите сегодня в выпуске. Фанаты «Зенита» подтвердили свою репутацию. Приезжие болельщики устроили фаер-шоу на трибуне и закидали калининградцев петардами. Все было нормально, большие планы были. Но эти планы просто не существовались. Успел добежать до дома и скончался в собственной комнате. Сейчас он с обжирными ожогами находится в лечебном учреждении. Подышал краски, закурил и загорелся. Подросток-таксикоман едва не сгорел заживо. В Калининграде прошел футбольный матч «Балтика-Зенит». Команды сражались за право пройти в следующий этап Кубка России. Полиции были предприняты усиленные меры безопасности, ведь вместе с командой из Питера приехали их болельщики. Фанаты северной столицы славятся своим буйным нравом. Свою репутацию они подтвердили и в Калининграде. За ходом игры и поведением болельщиков следила наш корреспондент Анна Николаевич. Команды появились на территории стадиона за три часа до игры. Сначала ворота заехал автобус «Балтики». Через некоторое время появился действующий чемпион России «Зенит». Калининградские болельщики раскупили все билеты на игру со звездной командой. Более 15 тысяч штук были проданы меньше, чем за день. Вместе с «Зенитом» должны были приехать и его фанаты. Ожидалось прибытие двух тысяч человек. Но на деле в гости пожаловало не больше трех сотен. Правда, и этого оказалось достаточно, чтобы Калининград понял – игра будет с командой из высшей лиги чемпионата. Перед матчем фанаты «Зенита» по традиции прошли маршем. Хоть и оказался он несанкционированным, зато прошел без происшествий. На входе приезжих болельщиков досматривали полицейские. Для всех действовали общие правила. Пьяных на стадион не пускали, пиротехнику и алкоголь проносить не давали. Фанатов «Зенита» разместили на западной трибуне. Сначала руководство Балтики хотело, чтобы приезжие болельщики занимали весь сектор. Но это место всегда принадлежало калининградским фанатам. Местные возмутились такому решению и даже хотели объявить родной команде бойкот. Дирекция пошла на компромисс и балтийцам разрешили болеть на их традиционной территории. В итоге фанатов обеих команд разместили на одной трибуне. Между ними поставили двойной заслон из полицейских. Оказалось, не зря. Свисток о начале матча совпал с разрывом первой петарды. Дальше – больше. С самого начала зенитовцы начали забрасывать калининградских болельщиков петардами и фейерверками. Остается только догадываться, в каких местах своего тела фанаты пронесли на стадион пиротехнику. Ведь на входе все сумки и карманы досматривали полицейские. Калининградцы отвечали на выпады полетом пластиковых бутылок с водой. На первый взгляд может показаться, что толпа фанатов – это хаос. Но если присмотреться, то болельщики из Санкт-Петербурга оказываются хорошо организованной группой, которая действует как единый организм. Вот фанаты кидают петардой, а через некоторое время, как по команде, танцуют и кричат под ритм барабанов. В самом начале второго тайма при счете 1-0 в пользу «Зенита» питерские болельщики сносят металлическое ограждение, и шестерым фанатам удается прорваться на поле. Хулиганов задерживают, а между футбольным полем и «Зенитовскими» фанатами стеной встают бойцы спецназа. Полицейские не поддаются на провокации болельщиков. Задача «Стражи порядка» – не допустить насилия. Матч продолжается, и «Зенит» забивает второй гол. Это срабатывает как сигнал. Гости на западной трибуне зажигают весь запас фаеров. Огненные факелы летят как в полицию, так и в сторону калининградских болельщиков. Полицейские делали все возможное, чтобы не допустить беспорядков. Фанатов обеих команд надежно блокировали на дистанции друг от друга. Приезжим болельщикам оставалось одно – кидать в полицию и соперникам всем, что попадется под руку. Под конец матча «Балтика» отыграла один мяч, но сравнять счет и перевести игру в дополнительное время не получилось. Команда из Санкт-Петербурга прошла в розыгрыше кубка в следующий раунд. Зенитовских болельщиков в целях безопасности выпустили со стадиона последними. Гости растворились в городе. Происшествий вне футбольной арены не произошло. Задержанным же хулиганам грозят штрафы. По неосторожности убил товарища. В суде Центрального района рассматривается уголовное дело. Молодого человека обвиняют в убийстве друга детства. За что и почему убил, расскажет Елена Кивенко. Осенью прошлого года Наталья с мужем вернулись домой и не застали старшего сына. По словам младшего, ему позвонил друг, и он ушел. Семья готовилась ко сну. Как вдруг на пороге появился Андрей. Забежал домой, снял в коридоре куртку, кроссовки и побежал к себе бегом наверх. У него комната на втором этаже. Я почувствовала себя как-то неуютно и забежала следом за ним. Но он уже был без сознания. Он лежал головой вниз. Светлана сразу вызвала скорую. По ее словам, у Андрея была очень горячая голова, но никаких повреждений на теле не было. В ожидании скорой родные спасали сына всеми способами. Прибывшая бригада медиков сразу оценила сложность травмы и вызвала реанимацию. Спустя несколько минут родителям сообщили, что их сын погиб. Причиной смерти стала травма головы. Он отслужил в армии, пришел с армии. Все было нормально, большие планы были. Но эти планы просто не осуществились. Вот такие у нас дела. Этой же ночью был задержан 25-летний молодой человек, который был хорошим другом Андрею. По словам очевидцев, ребята сильно поругались. И между ними завязался конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов дубинкой. И Андрей бросился бежать домой. Дело только поступило в суд. Фактически к рассмотрению в настоящий момент еще дело не приступили. Вместе с тем, лицо, которое обвиняется в совершении данного преступления, в ходе предварительного следствия себя виновным не признавало. Возможно, по результатам исследования доказательств, которые были представлены стороной обвинения, ситуация изменится. Ну и, соответственно, суд придет к решению о том, что лицо виновное, и тех доказательств, которые мы представим, будет достаточно. По словам матери, предполагаемый виновник отсидел в СИЗУ трое суток и был освобожден. Ранее судимый мужчина продолжает работать и виновным себя не признает. В зале суда стало известно, что подозреваемый имеет общий бизнес с погибшим Андреем. Судебное следствие продолжается. Воспитанник детского центра «Мост» захотелось отдохнуть, но вот закончилось все пожаром. В детскую больницу подросток был доставлен в тяжелом состоянии с ожогами 40% тела. Воспитанник детского центра социально-трудовой адаптации и профориентации пробрался в котельную, где взял банку с ацетоновой краской. 16-летний подросток надышался ей, а после решил закурить сигарету. Пары ацетона воспламенились, и мальчик загорелся. В социальном центре «Мост» 16-летний подросток получил ожоги вследствие того, что надышался парами ацетоновой краски и затем закурил. Из-за этого произошло воспламенение, и на подростке загорелась рубашка. Сейчас он с обжирными ожогами находится в лечебном учреждении. По факту произошедшего, Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета проводится доследственная проверка для решения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следствием. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на видео, то присылайте материал к нам в редакцию по адресу канал1собакамейл.ру или звоните по телефону 919404. На этом все. В студии была Анастасия Дрофеева. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде и будьте внимательнее на дорогах.